Всем привет с вами Кирилл и вы на канале Кирилл Гея. Мы сегодня мы играем в киналочку на сермозин хрюплей первый серм. У них здесь Кирилл Путбуль. Не забывайте вводить мой ник при регистрации и также не забывайте вводить мой промокод. Пишите вместе капсулам Кирилл Гейм и в протяжении пятого не получите пятьдесят тысяч, в протяжении десятого не получите сто тысяч. То есть в общей сумме вы получите сто пятьдесят тысяч. Мой промокод можно вводить на любом серии. Также он будет в описании под этим видео. Ну что ж пацаны, вы наверное в недоразумении типа что тебя забрали в армию? Ну конечно же не забрали. Я сюда пошел самовольно. Это просто знаете название. Это конечно не кликбейт, но просто знаете типа меня забрали в армию. И к чему это вообще это название, да и вообще к чему это серия и так далее. Кто не в пульсе я ездил недавно в Киев. Я ездил в Киев на два дня на выходных. Почему? Потому что моего друга забрали в армию и он там служит. И у него именно первого числа, первого декабря была клятва. Я там присутствовал. И я подумал почему мне тоже не пойти в армию служить только на Амазинге. Не на, ну не в реальной жизни, а на Амазинге именно. И как бы военный билет у меня есть и поэтому я пошел по контракту. И я сейчас пятый ранах в ВВС или как это называется. Ну просто военная часть номер один, который находится в Батырьево. И как бы скоро я буду идти служить реальной жизни там через пару месяцев. Может быть раньше. Не знаю короче. Возможно об этом кто-то не знал, но да. Меня возможно скоро призовут и так далее. Ну короче вы поняли. Я пойду служить. Поэтому пацаны давайте немножко покажу вам проведу экскурсию так сказать на военной части. И пишите еще в комментариях что мне здесь поснимать. Знаете это видео провести вам экскурсию и спросите вас что мне здесь можно такое поснимать. Потому что вы давно просили чтобы я пошел в какую-то фракцию. И я достаточно очень давно не был ни в какой фракции. Поэтому я решил пойти на военную базу. Потому что мне нравится эта фракция. Здесь зарплата есть в принципе. И здесь довольно интересно. И когда вычестил одна я здесь еще ни разу не был. Я уже только сегодня вступил получается в военную базу. Ну в войска так сказать вступил. На стриме прям я написал заявку и меня приняла девятка. Андрей тебе большой привет и спасибо. Как бы да вот здесь кпп у нас есть там и так далее. Сейчас я вам все как бы покажу. Вот еще что эти двери открываются и закрываются. Вот все происходит. Подходит. нажимаете alt. Двери закрываются. Ай видели. Почти просто вынесли его. Так кстати в госпитале я первый раз. Но это вроде бы хоспиталь называется. Ну военная больница и так далее. Ну короче вы поняли. Здесь есть столовая где можно похавать. А да есть столовая. Давайте покушаем. И заодно я вам проведу экскурсию здесь. Так покупаем куриный суп. Сейчас побегом пока посмотрим. Здесь у нас кабинет заседания. Я так понимаю. Здесь мы столово увидели. Здесь тупик. Так вот этот человек меня принял. Ну я записал. Написал заявку. Все как бы без плата и так далее. Поэтому Андрей и Моррисон. Большой тебе привет. Спасибо что меня принял. Быстренько так проверил. Предик можно. Напишу передал. Все отлично. Давайте я как только вылечусь уже продолжим нашу экскурсию так сказать. Так я тут лечусь и мне тут бабок накидал. Андрюха вообще заебись. Просто заебись. Я просто в шоке. Реально большое ему спасибо. Я тут лежал и тут мне бабочки начнут передавать. Спасибо большое. На пирожки боец. Ну что ж. Также здесь можно короче проходить на территорию. Где отбывают срок так сказать нехорошие люди. Ну то есть криминалом которые занимаются там и так далее. Сюда мы можем проходить и здесь за ними наблюдать. Смотреть чтобы они не убегали никуда там и так далее. Здесь еще есть вышки. Вот одна вышка стоит. По-моему да. На нем можно подняться и следить за заключенными так сказать. На нем можно было подняться. Видимо на эту нет. На следующей вроде бы как можно будет подняться. Давайте посмотрим. Да вот на эту можно подниматься. И можно здесь короче наблюдать за заключенными. Смотреть за порядком там и так далее. Чтобы они друг друга там не били. Так. Мне пацану сюда нельзя ходить вообще почему-то. Ну ладно. Не будем сюда ходить. Может быть здесь потом будем проситься на пост. Посмотреть за жизнью заключенных. Посмотреть что у них там происходит и так далее. Пишите блять нам в комментариях что мне здесь можно таки поснимать. Минуточку внимания. Хочу поставить бизнес нашей семьи. Наш бизнес это спортзал в городе Арзамас. Находится он недалеко от банка Арзамаса и недалеко от перекрестка. Также его можно найти легко в GPS. Пишите GPS. Шестой раздел и двадцать. Первый бизнес. Вот. Китан Кирилл Гейм. И сюда приезжаете и тренируетесь. Что здесь можно изучить? Здесь можно изучить все стили боя. Спарта, кунг-фу, кикбоксинг и удар с трахтя. Если вы выучите все стили боя, вы сможете легко давать пилюлей другим игрокам. Но самое лучшее из них это кикбоксинг, либо удар с трахмашин. В нашем спортзале отличные ринги и можно драться на деньги. Также есть много тренажеров. Обязательно приходите именно в наш спортзал. Вход конечно же бесплатный. Ого здесь конечно интересно да? Тачки стоят. У нас вот такие тихрые вроде бы как они называются. Так давайте пробуем зайти на склад. Посмотрим может там кто-то есть. Так какой-то Иван есть. Что-то я его где-то видел. Так нам нужно взять один рожок. Так пистолет, АК-106, снайперская винтовка, дубинка. Ну нам решили взять один рожок. Один рожок это 240 патронов. Это довольно-таки неплохо я думаю. Короче смотрите вот здесь есть пистолет. Но это обычный пистолет, это не дигл. Он хреновый, его брать смысла нет. Потом АК-105, это как у меня 240 патронов. Снайперская винтовка, но скорее всего не смогу ее взять. Бронежилет это тоже 7 ранга. Дубинка, я думаю она не нужна. Ну хотя кто хочет, можете я думаю ее брать. Также мне нельзя вроде бы как патроны брать. Ну можно их, я могу их брать, но это запрещено. Это там только по-моему 7 ранга можно. Так погнали вам что-то еще покажу здесь, что у нас есть. Я сам еще полностью все не смотрел, поэтому тоже будет так интересно. Так я ему написал, блин товарищ полковник, большую букву надо писать. Вроде бы как полковник, поэтому товарищ полковник. Что есть интересного из военной техники? Я ему написал, поэтому сейчас мы это все посмотрим. Так, я ему предложил подъехаться, тем более, точнее проехаться подъехать. Потому что как раз мне эта тачка доступна, она с 5 ранга. И как раз у меня 5 ранг, поэтому будет как раз заебись. Так, включаем фары, заводим и давайте прокатим. Некогда дальнобойщик по полям там поехал. Так, давайте прокатимся, я вам покажу базу уже более подробней. Так, потихонечку едем, посмотрим, что у нас тут есть. Как бы я помню, тоже ходил на ВЧ, типа патроны ворвал. Но то, что здесь много объектов, это хреново, потому что текстура начинает пропадать. Так, давайте заглушим машину. Я хотел вам показать, короче, здесь есть такая тема, как, получается, кнопочку здесь нажимаете и ворота закрываются. Блин, вообще прикольно эти ворота, знаете, типа на них же, ну, они закрываются так плавненько, плавненько. И это довольно-таки прикольно. Так, также и в них есть вертолеты. Интересно, с какого они уровня? Было бы тоже интересно узнать. Это Ми-8, Ми-8. Ну, я не шарю в летолетах, поэтому я вам ничего не могу сказать. Вот это уже посерьезнее, конечно, да. Это уже аппарат то, что надо. Ну что ж, чуваки, я думаю, будем заканчивать. Я вам, в принципе, все показал, что было интересно мне, я думаю, и вам. Буду здесь служить. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Вводите мой промокод. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok